Всем привет! Это история от Анонима, от подписчицы. Мне будет сегодня немножко трудно читать, потому что она написана английскими буквами, как назовем, русским языком. Поэтому буду немножко где-то подтормаживать. За это прошу, конечно же, сразу заранее извинения приношу. В инфобоксе под видео моя почта, куда вы можете также, как автор письма, прислать историю вашу. Я ее зачитаю, дам какие-то рекомендации. Или можете записаться ко мне на индивидуальную психологическую консультацию. Тема письма, тогда консультация. Так что давайте приступим, начинаем письмо. Итак, у меня была рабочая поездка в Стамбул. Мы работаем с одной турецкой компанией, и была назначена с ними встреча. Там работает один мужчина, с которым мы уже пару раз встречались по работе, и у нас всегда было чуть-чуть совсем немножечко флирта, который никуда так и не исчезал больше. Когда я ему сказала, что приезжаю, он предложил мне остаться не в отеле, а у него дома. Он живет один, и я согласилась, так как он мне всегда нравился. Пока мы ждали день встречи, он начал мне писать не только по работе, а что ждет, что делает, какой-то план нашей встречи, что мне показать и так далее. Что встреча встретит меня в аэропорту. И вот пришел день встречи. Он меня встретил в аэропорту. Первые два дня у нас случаялась близость, но не до конца все получалось с его стороны. Словом, здесь у него было чуть-чуть проблемком. Какие интимные письма поцелуют. На второй день он начал мне рассказывать, что день до моего приезда он попался в руки мошенникам, и что они попросили его перевезти 20 тысяч долларов. Он одолжил у друзей на неделю эти деньги, перевел и потерял деньги в итоге. И теперь у него большой стресс, так как это огромные деньги в Турции, и у него их нет. И он не знает, что теперь делать. Все это он рассказывал очень драматично. Сказал, что думал о самоубийстве даже и так далее. Я слушала, и у меня был шок. Как он такое вообще доверчивый, что ли, что? И вообще одолжил деньги каким-то, такую сумму огромную. И теперь еще и здесь не в нужное время. Ну, словом, я сказала, что так как это моя поездка, и он просто предложил показать мне город и уделить свое время, что везде, куда мы должны с ним пойти, оплачивать в итоге я буду. А он пусть решает свои проблемы. Я подумала, что мы и не пара вообще-то. Он не должен за меня везде платить. Я могу оплачивать все сама. И он согласился. Мы много ездили везде. Ходили в туристические места, объекты, обедали, ужинали. Везде за все платила я. Даже за его билеты. Он не возражал. И одним в одном месте мне даже показалось, что он меня обманул. Сказал, что заплатил дороже, чем на самом деле, но я не уверена. Но тем дальше, тем больше он мне рассказывал про свой этот долг. Он постоянно кому-то звонил, объяснял, как я поняла эту ситуацию и как мне показалось, манипулировал мной в этот момент, чтобы я как-то ему помогла, наверное. Он пытался спровоцировать. Он ничего толкового не говорил обязательно мне напрямую. Но также какие-то фразы турецкие про банки, совсем кредиты какие-то, инфляцию. Короче говоря, про работу, про босса и все такое прочее. Каждый день он звонил и требовал вернуть, ему звонили и требовали вернуть деньги. В итоге он мог платить 2000 долларов каждый месяц банку, но он мне не дает кредит, сказал он мне. Я могу открыть свой бизнес и через 6 месяцев верну этот долг. Но эти 6 месяцев надо взять деньги откуда-то. И этого было так много, я просто кивала головой и у меня был шок. Они делятся просто своими проблемами или он что-то от меня ждет. Я даже не понимала, зачем это все сейчас происходит. Или это все-таки он на меня давит, чтобы я взяла кредит в своей стране, что ли. Что это такое? Словом, я просто кивала головой и ничего не говорила. На третий день он очень охолодел ко мне и у нас не осталось интима какого-то. Может быть, потому что у него ничего и не получалось. Не знаю, не важно это. Мы спали в раздельных комнатах. Он меня не обнимал. И он перестал мне вообще что-то показывать по городу. Так как я день проводила в офисе его компании. У нас были встречи, переговоры. После 18.00, даже если была очень хорошая погода, он меня вез домой. Мы даже не выходили погулять из дома. Он готовил уже ужин дома. Если я говорила, что не голодна, просто мне не накладывай даже чуть-чуть. Он кушал один. Его это не смущало. И мы вот так сидели пару дней. Когда я уже уехала, он перестал мне писать. Скажите, что это было вообще все это такое? Это нормально такое поведение про эти долги. То, что я везде все должна была оплачивать. И этот холод от него потом. Ой, классическая история развода. Вы просто попали к такому нагленькому манипулятору мелкому, который решил сильно долго не раскачивать, не заморачиваться, а быстренько сорвать бабки. И это вообще не про всех турок. Окей? Да, у него там бизнес, еще что-то. Есть такая категория людей. Я буду сейчас говорить в частности про Турцию. Но я думаю, что это есть во многих европейских и в других странах. Это альфонсы, это жигало, это люди, которые живут за счет других людей. Это, в первую очередь, манипуляторы, которые не хотят напрягаться. Вот вы нарвались на самого наглого, который хорошо был прикрыт, типа работая, вы с ним познакомились по работе. Но наглого в том плане, он решил за 5 дней за неделю вашей поездки провернуть аж на 20 тысяч баксов. Нихо-хо, у него запросы, я вам скажу, нормальные такие суммы. Ну, 3 тысячи баксов придумал, и окей, еще можно как-то потянуть. Но 20 штук, слишком большой куш он назначил. Что происходило? Перед вами была разыграна сцена, история, просто классическая манипуляция, какой он бедный, несчастный. Его обидели, по его же глупости вообще, типа, я думаю, что этого ничего на самом деле, конечно же, не было. Это вранье. Он разыгрывал перед вами историю, спектакль о том, как ему плохо, как ему нужна помощь, как только вы одна единственная можете помочь. При этом он не говорил напрямую, помоги мне. Так делают все альфонсы из Жигала. Он не надеялся, конечно же, сразу на 20 штук, но он надеялся хотя бы на 2000 баксов, которые бы, если что, хотя бы на месяц вы ему предложили. А взяли бы у себя на родине кредит, ему деньги отправили, помогли. Было бы вообще замечательно. Что за холодность, вот это все, я не думаю, что он как-то пропастил то, что вы говорили. Он всего лишь один день, жалкий денек, хотел потратить на окучивание вас эмоциональное приближение. И то ни черта не смог. В итоге он решил потом, начал трагедию. И когда увидел, что вы не ведетесь, вы не сказали самое ключевое. Давай я возьму для тебя кредит. Или я у меня сейчас дома на счету 5000 баксов есть. Давай я их перешлю сюда в Турцию, выведу, я тебя отдам, чтобы спасти себя. Вот эта история не последовала. Вы просто отмораживались, молчали и правильно делали. И вот поэтому он стал холоден. Он понял, что ему тупо, зачем на вас тратить деньги, куда-то водить. Деньги в плане хотя бы бензин оплачивать, машину и все прочее. А он приехал домой, поел, лег спать. Какие проблемы. Порадовать, простите, в постель он ничем не может. У него поход с этим на самом деле проблемки. Денег вы ему не даете. Напрягаться зачем надо, вас куда-то водить, показывать, с вами светиться лишний раз. Такие живут за счет женщин. И светить вас ему невыгодно в каких-то публичных местах или где-то. Какие-нибудь бывшие, у кого мамки его, которые его где-то спонсировали, еще что-то. Кимп иностранки, соцсети, что вы попубликуете, какую ссылочку на него оставите. Зачем палить всю эту историю. Поэтому безопаснее сидеть дома и никуда вас не выводить. Про оплату вашу всего супергениальная манипуляция. Просто красавчик. Вот он хотя бы разуладел вас раздел вот на этом. Я плачу. Я сейчас знаю цены в Стамбуле, живя здесь. Я представляю, сколько вы отстегнули. За рестораны, за музеи, за билеты, за все, за туссовки. Это не маленькая сумма, я уверена. У меня вот к вам вопрос. Вам это нафига надо было? Вы слишком добрая, жалеющая, эмпатичная. Ну, типичный манипулятор, бабник, жигала, альфонс, который проехался по доверчивой девушке. Классно провел время, хотел срубить бабла, но ничего не получилось, к сожалению. Вы оказались холоднее, не повелись так сильно на манипуляцию. И скажу почему. Потому что у вас не такая низкая самооценка, на которую бы это сработало. Вы не в том возрасте, когда уже не на что надеяться, и хоть кто-то на меня посмотрел, и какая-то любовь, внимание, романтика есть. Тогда женщина вообще готова все расстегивать, отдавать, забирать деньги, последние счетов, кредитов наберут. Или если она при деньгах, она отдаст ему все. За вот это ощущение желанности, любви, привязанности, вот это все. Вам это не надо было, или у вас этого не было, поэтому у вас это не сработало. Если вы скажете, ну у него же есть фирма, компания, это не делает его безопасным, хорошим, адекватным человеком. И жигала и альфонс, они все всегда показывают себя обеспеченными, или в достатке, или как минимум в среднем уровне жизни. Они показывают себя безопасным, финансово. А просить с вас бабки трясти или выжимать, они начинают позже, когда они вас манипуляциями притянули. Может быть, даже росказ, уход какой-то, деньги, что-то показали. А потом у них внезапно у всех начинаются проблемы. То они проиграли, то их ограбили, сбила машина, умер дядя, папа, дедушка, брат и вся прочая история. Срочно, так бы они никогда не попросили. Но вот эти несчастные обстоятельства, он не может против них никуда обойти, что-либо сделать. И только вы, героиня, можете его спасти. Но за это вам он будет всегда благодарен, даст вам любовь, семью, детей, все, что вы там хотели. Он уже заранее послушал, что вы хотели. Он вам все это расскажет, что вы за это в обмен получите. И тут вопрос, поведетесь вы на это или нет. Вот на этой манипуляции дергать, тянуть, обещать вам что-то хорошее можно было очень долго. Он не стал этого делать, потому что у вас был короткий срок вашего пребывания. Он попытался, удочки закинул, видит, вы холодный, не реагируете. Он такой, а что напрягаться? Вообще, в плане того, что он наглый, он еще очень ленивый. Очень ленивый. Вот если бы я сейчас рассказала каким-нибудь своим знакомым туркам про то, что чувак сказал, ну окей, плати за меня везде, я не против, они бы начали смеяться, тебе скажу, они бы ржали. Чего бы они смеялись? Нифига, он ее развел. Почему она это поддалась? Турченко бы никогда на это не согласилась. Потому что это тупо развод на деньги. Что значит, я хочу с тобой тусоваться, но у меня денег сейчас нет? Что, блин, вообще? Тот, кто не хочет платить, никуда не уходит. Не развлекается. Но при этом, нормально, адекватный турок, не берет деньги у женщины. Никогда. А турчанка деньги эти и не даст. И никогда она их не предложит. Потому что она знает, что ей здесь прохвосты, как и во всех странах, которые любят использовать, любят где-то приютиться, любят за чужой счет. Она считает свои деньги. А ее принцессой воспитали не для этого. Принцессе отдают, а не она отдают. Поэтому она это делать не будет. И на такое не поведется. Поэтому это рассчитано на иностранок. Да, он долго себя показывал безопасным. Вы на расстоянии общались. Вы по работе рассказывали. До этого были с ним в контакте. Но это вы хорошим человеком не делаете. Он просто вовремя... Увы, у него стопудово не одна такая. Это образ жизни. Но, к сожалению, они считают... Такая категория людей считает, что иностранки из Европы богатые. Можно с них что-то потрясти. Как минимум тут зарплаты какие. И какие зарплаты за границей. Любую вообще профессию. Это уже в 2-3 раза выше, чем в Турции. Ну, я имею в виду, что они здесь могут себе позволить. Для них вы априори уже богаты. Это нищета на самом деле. Ни скиллы социальный уровень. Экономическая ситуация, которая в стране происходит. У таких вот людей становится больше. Так, они были всегда. Но я таких историй стала за последние 2 года слышать еще больше. Поэтому я вам скажу. Пожалуйста, никогда за Туркой нигде не платите. Вы можете предложить 50 на 50. Если это какая-то первая встреча, свидание. Что-то, да. Когда вы вообще не уверены. Чувак опасный, мутный какой-то. И чтобы вам морально от него не быть зависимой какой-то. Вот такой случай, да. 50 на 50. Если что, пинком под зад. Ни в какую квартиру мы никому не едем. Номер отдельный в отеле. И лучше я сама выбрала номер. Сама его себе. Вот номер я себе оплатила. Вот билеты, например, у вас первая встреча. А номер я себе сама. И в отеле, где я выбрала. Понимаете? Это моя безопасность в первую очередь. Ну, короче, ладно. Я думаю, что вы все поняли. Я рада, что вы легко отделались. Вы потратили, конечно, деньги. Ну, ладно. Окей. Посмотрели Стамбул при этом. В следующий раз просто уже у вас есть опыт, который вы перетянете в другое ваше общение. Сразу говорю, на турках крест не ставим. Есть нормальные, адекватные. Просто, ну, к сожалению, да. Их трудно найти, потому что когда ты не живешь здесь, в стране. Это всегда у нас сарафанное радио. По знакомству, по родственникам. Нормально, адекватные, поверьте, есть. Но вот на такое, да, можно нарваться, поверьте. Вы не одна, к сожалению, но так бывает. Спасибо за ваше внимание к этому видео. Пишите комментарии девушки. Поддержите ее. Или как бы вы повели себя в подобной ситуации, в этих событиях, как можно было поступить, например, ей. Может быть, этот опыт будет кому-то полезен. И кто-то, почитав, прибит это на вооружение для своей жизни. Спасибо за внимание. В инфобоксе моя почта. Присылайте, как автор письма, ваши истории для озвучивания на канале. Или записывайтесь на персональную, индивидуальную консультацию ко мне как к психологу. Тогда тема письма, консультация. До скорых встреч. Всем пока. Пока.